На территории региона с этого года началась реализация новой госпрограммы развития лесного хозяйства Ивановской области на 2014-2020 годы. Для новой программы профильному комитету подобрали и нового руководителя. Чуть меньше года назад этот пост занял Александр Жуков. Это его первый крупный отчет перед правительством за время работы. В 2014 году мероприятие по искусственному лесовосстановлению выполнено на 125%. В текущем году комитет планирует по всем видам лесовосстановительных работ выполнить плановые показатели на 100%. В данный момент они выполнены на 92% и идет текущая приемка работы. Замечу, что с момента передачи полномочий, начиная с 2008 года в субъект, план по лесовосстановлению в полном объеме на территории области не выполнялся ни разу. По словам руководителя комитета по лесному хозяйству, в следующем году будут полностью восстановлены лесные территории, поврежденные пожарами 2010 года. А вот в борьбе с черными лесорубами дела идут не так удачно. Не буду я, конечно, лукавить здесь и не скажу, что мы в следующем году абсолютно до нуля показатели незаконных рубок достигнем. Конечно, нет, но это фактор преступности, с которым мы боремся. И в этом году, в принципе, уже тоже определенные действия есть. Ну, в частности, количество незаконных рубок уменьшилось. Для борьбы с черными лесорубами губернатор предложил приобрести вертолет. Комитет посетовал на отсутствие средств на наземную технику, о вертолете лесники и не мечтают. Хотя наблюдение с воздуха не заставило бы долго ждать результата. Павел Коньков попросил проработать этот вопрос. В целом же работы нового руководителя Павел Коньков остался доволен, за исключением одного очень важного аспекта. Леса не приносят региону экономической отдачи, при том, что это основной природный ресурс Ивановской области. Сейчас в аренде находится 63% лесного массива. В этом году у нас план стоит 20 миллионов. Мы пока, как я докладывал, идем по графику с превышением. Не надеемся, а уверен, что мы его выполним. Путем нехитрых подсчетов можно сделать вывод, что арендаторы платят слишком мало за предоставленный им ресурс. Губернатор требует от комитета увеличить доход от лесов в разы. Требование моё к вам будет жёсткое. Наращивать. Это наш единственный такой ресурс, который даёт реальную отдачу с точки зрения платы. Ни 15, ни 20 миллионов меня не устраивает. И неудивительно, почему губернатора это не устраивает. Лес приносит в областную казну 20 миллионов рублей в год. В то время как на содержание одного только комитета по лесному хозяйству из бюджета области ежегодно тратится 200 миллионов рублей. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.